Приветствую вас. Да, это всё может иметь психологический характер, и называется это психосоматическое расстройство, то есть когда психологические проблемы становятся проблемами физиологическими. Вот, значит, это может иметь психологический характер, но только при условии, если не установлено другого, да, то есть если липнет болезнь, то это может быть проблема с иммунитетом сперва. Вот. И, на мой взгляд, нужно всё-таки сперва выяснить физиологическую сторону вопроса, потому что если вы будете ждать, что вам помогут быстро издаваться от болезни, то, к сожалению, вы ошибаетесь. Именно быстро от болезни избавиться не получится, потому что психологическая работа, она не такая стрим-стримительная, но зато более обстоятельная и более глобальная. Вот. Значит, смотрите, какая получается история. Нужно искать, именно искать нужно, нужно, значит, искать нужно выгоды, выгоды, которые вы получаете от болезни. То есть, иными словами, что при этих болезнях вы позволяете себе такого, что никогда бы не позволили, если бы не болели. Вот. Вот это, пожалуй, такой ключевой момент на самом деле. И именно из этого момента, от этого момента, я и предпочёл бы исходить на самом деле. Вот. То есть, именно выгоды укажут вам на то, какую, какую основу имеет ваше, ваше состояние. Вот. Значит, обычно, обычно болезни используются людьми для получения внимания к себе, для получения любви к себе. Ну, на том уровне, на каком человек не может получить, если не болеет. Вот. То есть, просто подумайте вот о чём. Если вы, если вы будете здоровы, то что произойдёт, что будет с вами? Вот. Ну, то есть, грубо говоря, как уж, как уж вы будете себя чувствовать, как вы будете себя вести? Что вас ждёт, если вы здоровы? То есть, хотите ли вы реально выздороветь? То есть, понятно, что болезнь – это неприятная штука, понятно, что болеть не хочется, это понятно. Речь о другом. Речь именно о том, что вас ждёт, если вы перестанете болеть. Что вас ждёт? И что вы сейчас имеете? Если какое-то у вас любимое чувство, именно любимое чувство, которое вы, ну, например, испытываете, вот, когда болеете, то это может быть чувство жалости к себе, это может быть чувство ненависти к другим, это может быть ощущение, что вы, там, ну, нуждались в опеке, в любви, там, в чём-то ещё и ещё, вот. То есть, это вот такая ситуация, такая история. Кроме того, психосоматические проявления, они, они могут быть от напряжения, которое у вас имеется. Ну, то есть, если у вас есть какие-то сложные жизненные истории, да, ну, просто, например, там, конфликты, переживания, личные проблемы, проблемы, может быть, вот, то это вот тоже может влиять на болезнь. То есть, вы, таким образом, как бы уходите от этого, ну, от болезни, грубо говоря. Вот. Значит, что делать в этом случае? Конфликт нужно искать и, соответственно, его разрешать. Что делать в случае, если вы, как-то, вот, значит, ну, нуждаетесь в том, чтобы болеть? Ну, во-первых, выгоду нужно выявить и, соответственно, подкорректировать своё поведение так, чтобы эта выгода удовлетворяла. Ну, вот, вам нужно её увидеть, вам нужно её почувствовать. Ну, вот, выгоду эту сказать «да». Да, это она, это она, понимаете? Вот. Вот так, в принципе, я думаю, можно вам ответить на вопрос. А если, если ситуация достаточно серьёзная, да, то есть, ну, если прям очень тяжело вам, вот, то в этом случае я рекомендую вам обратиться к врачу, именно психотерапевту, не психиатру, да, а психотерапевту, который вам выпишет, ну, определённые препараты, вот, которые, может быть, помогут снять вам напряжение духовное, хотя это может быть и психиатр, вот, при необходимости. Вот. Значит, значит, вам снизят уровень вашего напряжения, и вы сможете спокойно работать над тем, чтобы ситуация ваша поменялась, и чтобы вы, ну, как-то по-другому себя чувствовали, воспринимали, и так далее. Вот. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Значит, если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете написать мне в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи.